Официал, броу. Броу официаль. Хей, братцы, вот угадайте мой любимый цвет. А? 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 Да, фиолетовый. Ты чё, дурак, что ли? Но в последнее время меня дико тянет к жёлто-оранжевым ярким цветам. Именно поэтому сегодня будет подобный Windows. Яркий и современный. Вам понравится. Установку данного рабочего садла для вас я максимально упростил. Поэтому это займёт примерно как и длительность данного ролика. Также постараюсь не спешить. А то вы меня иногда даже ругаете за мою слишком быструю подачу контента. Что же, работу начнём с настройки панели задач. Поэтому зайдём в её параметры. Спустимся чуть вниз. И поменяем положение панели задач сверху. Группировка кнопок поставьте никогда, либо же при перепополнении. Также при желании можете включить маленькие кнопки. У меня не всегда так стоят, потому что считаю, что так красивее. Ну и с панелью задач всё. Далее придётся скачать данные архивы из описания ролика. Распаковать его нужно не на рабочий стол, а на какой-нибудь диск. Из-за того, что после завершения установки рабочего стола, данную папку придётся хранить. До тех пор, пока вам не надоест данный стол. Что же, начнём с первого пункта. Установка темы. Перейдём по ярлыку Ultra UX Time Pager. Скачаем и установим данный софт. Он нужен для того, чтобы установить кастомную тему на Windows 10. Без данного софта тема работать просто не будет. Либо же отображаться криво. Также, если случится, что у вас тема не работает, то попробуйте переустановить данный софт. Ну, у некоторых с первого раза не срабатывает почему-то. Ну и да, после установки перезагрузите систему. У меня это не требуется, потому что программа была уже установлена на мой ПК. Далее идём в папку Sweetness и копируем всё, что там находится. Возвращаемся и переходим в темы. Ставим здесь файлы. Кликнем ПКМ по рабочему столу. Персонализация. Темы. И ставим первую тему Sweetness Dark. Да, у нас какой-то страшный проводник. Из-за того, что есть лишние элементы. Ну, а это сейчас исправим. Распакуем архив Old New Explorer. Запустим софт. Нажимаем Install. И ставим в точности такие же параметры, как и у меня. Нужно теперь перезапустить проводник. И вуаля, наш проводник готов. Смотрится минималистично и красиво. Так, второй пункт. Это иконки. Есть папочка с моими любимыми иконками LumiCons, что понадобится чуть позже. Ну и установщик, что заменит наши обычные иконки в Windows. Нажмем Да, и установка займет некоторое время. В течение которого Windows, а если быть точнее, некоторые его элементы будут недоступны. Поэтому до завершения установки, ни в коем случае не выключать компьютер. К примеру, у меня установка заняла 149 секунд. Ну и теперь, если открыть проводник, можно заметить новые стильные иконки. Что же, следующий пункт, это курсор. Просто кликнем ПКМ по файлу Install. Далее установить. И ОК. Ну и у нас будет такой прикольный курсор. Погнали дальше. Обои. Ну тут каждому свое. Можете даже как слайдшоу поставить. Но для меня выбор уже очевиден. Далее у нас идет панель Nexus. Для начала установим саму программу. Запустим ее. Окей. Идем в папку для Nexus. Для удобства давайте запустим еще один проводник. В нем пойдем в документы. Winstep. Nexus. И Backgrounds. Здесь кидаем папку Sweetness. А в индикаторе, ясное дело, Show Sweetness Indicator. Ну и на этом проводник можно закрыть. Далее идем к панели. Нажимаем ПКМ по ней. Nexus. И настройки. Здесь идем в дополнительное. Возвратить. Копируем данный путь. Ставим его здесь. И выбираем данный файл. Ну то есть мой конфиг. Где все настроено и ничего делать не нужно. Но если кому-то интересно, смотрите уже сами. Узнавайте, настраивайте анимации и так далее. Так, нужно убрать кнопку Nexus. Тут теперь остается только проводник. Так что давайте добавим нужные нам программы. Для этого просто перекиньте ярлык с рабочего стола или пуска на панель. Что же, я добавил браузер. Поэтому откреплю его от панели задач. Также и проводник. Ну, я добавлю, пожалуй, еще и программы Adobe. В Steam тоже можно. Ну и конечно не забываем про корзину. Окей, нужно теперь на данные приложения установить крутые иконки. Поэтому возвращаемся к папке иконки. Находим необходимую иконку и просто кидаем на приложение. Хорошо, что тут есть большинство иконок популярных программ. Ну и конечно надо бы добавить еще и на корзину. Тут есть две иконки. Для пустой и полной корзины. Но просто так перекинуть иконку не получится. Потому что файл попадет просто в корзину. Для этого нужно зайти в свойства элементы. Смените иконку. Здесь видим, что написано корзина пуста. Поэтому выберем иконку пустой корзины. Ну и таким же несложным способом ставим и для полной корзины. Так, и давайте посмотрим, меняются ли иконки. Да, все в порядке. Ну и на этом по сути панель готова. Поэтому идем к следующему пункту. Скины RainMater. Перейдем по ссылке. Скачаем и установим программу. Закроем виджеты, что появились на рабочем столе. После копируем папку Lano. Идем в документы, RainMater, Skins. Удалим папку Illustro и поставим нашу. Давайте вернемся обратно к нашим файлам. Собственно сейчас RainMater находится в трее. Давайте откроем. Нажмем обновить все. Добавим визуализатор. Расположим над панелью. И запустим какую-нибудь музяку. Да, с виджетом все в порядке. Правда нужно его чуть настроить. Для этого запустим settings. И тут уже настроите подразмеры вашей нижней панели. После того, как все настроили. Ставьте визуализатору позицию всегда позади. Чтобы виджет не мешал другим окнам. Ну и уберите галочку с перетаскивания. Чтобы в дальнейшем случайно не переместить виджет. С RainMater тоже закончили. Так что остался последний пункт. И это кастомный пуск. Для начала установим start is back. Как установили откроем пуск. И он значительно изменился. Чтобы конкретнее настроить пуск. Кликнем pkg по пустому месту. Свойства. Далее внешний вид. Тут выберем данный пуск. Первую панель. А у иконок нажмем на плюсик. И поставим нашу иконку. Ниже поставьте на ноль прозрачность панели the touch. И скройте пользовательский аватар. Ну и гляньте какой у нас теперь милый пуск. Да, есть тут правда небольшой баг. Из-за того что стоит русский язык. Но это незначительно. Ведь в основном пуск полностью функциональный. Ну и на этом ребят наш Windows готов. Смотрится ярко, современное, без излишков. И скажу что сравнительно с другими программами. Что стоят у меня обычно в фоне. Рабочий стол абсолютно не жрет мои ресурсы. Но учтите, что и компьютер у меня не из слабых. Хей пиплы, надеюсь ролик вам понравился. И как я обещал в прошлом ролике, сегодня в конце будет рубрика ответа на вопросы. Поэтому у SPGames спрашивают чему я научился в институте дизайна. Да абсолютно ничему. Хоть я и учусь на факультете информатики, инженерии и дизайна. Но профессию это выбрал айтишника. И поэтому да, я учусь программированием. Рисовать если честно совершенно не мое. Хотя и программирование не особо, но я стараюсь. Следующий вопрос. Дядя, что за светяшка такая эдакая и где ее можно приобрести? Судя по всему, ты имеешь вот в виду вот это, что увидит в отражении. То, что мне светит прямо сейчас в лицо. Данная подсветка называется Color Light. И скоро должен выйти ролик на данную тему. Ну и последний вопрос на сегодня. Что меня сподвигло заняться ютубом? Ну, изначально это было просто желание показать частичку себя и кому-то даже помочь. Ну, а сейчас создание роликов для меня это просто рутина. Хобби, так сказать. Дело, чем можно себя занять и не сдохнуть при этом от скуки. Что же, спасибо всем огромное за просмотр. А также громнейший респект моим спонсорам на Boosty. Которые теперь будут отображаться в аутро. Ну, а с вами как обычно был Official. Не проебывайте время зря. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok